Слава Богу за все! Аминь! Святой Иоанн Зотоуст Том 3 в двух книгах Книга 1 Санкт-Петербург, издание Санкт-Петербургской Духовной Академии, 1897 год От Совета Санкт-Петербургской Духовной Академии печать дозволяется Санкт-Петербург, 20 марта 1897 года Ректор Академии, епископ Иоанн Скоро печатная элитография И. Ф. Пухира, тележный переулок 3.5 Рисунок, теперешний вид Святой Софии Места служения Святого Иоанна Зотоуста Святого Отца нашего Иоанна Зотоуста Беседа на разные места священного писания Беседа первая На притчу о должнике 10 тысяч металантов Взыскивавшим 100 динариев Матфея 18, 23, 35 И о том, что злопамятство хуже всякого греха Кассета первая Как будто возвратился я к вам из дальнего пути Так чувствую себя сегодня Для любящих, когда им нельзя быть вместе с теми, кого любят Нет никакой пользы от близости Потому и мы, оставаясь дома, чувствовали себя ничем не лучше странников Так как не могли в минувшее время беседовать с вами Но простите Молчание было не от тленности, а от болезни Теперь вы радуетесь тому, что мы освободились от болезни А я радуюсь, что снова наслаждаюсь вашей любовью Для меня и тогда, когда я был болен, тягостней самой смерти было то, что не мог я участвовать в этом любезном собрании И теперь, когда оправился от болезни, вожделение самого здоровья то, что имею возможность спокойно наслаждаться вашей любовью Не так горячка жжет тела, держимой ею Как наши души, разлука с любимыми И как те ищут чаш и стаканов с холодной водой Так эти любимых лиц Это хорошо знают те, кто привык любить Так вот, когда освободились мы от болезни Насытимся опять друг другом Если только можно когда-нибудь насытиться Потому что любовь не знает насыщения Но постоянно наслаждаясь любимыми Более и более воспламеняются Зная это, питомец любви Павел Сказал Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви Ибо любовь, любящий другого, исполнил закон Римлянам 13.8 Этот только долг всегда дается и никогда не выплачивается Здесь постоянно быть в долгу хорошо и достохвально В рассуждении долга мы хвалим тех, кто ничего не должен А в отношении к любви одобряем и почитаем всегдашних должников И что там служит признаком бессовестности То здесь признак добросовестности Никогда, то есть, не выплачивать долга любви Не тяготись же продолжительностью предполагаемой речи Некой дивной песней хочу научить вас Взяв в руки не мертвую лиру Но вместо струн натянув историю писания и заповеди Божии И как орфисты, взяв пальцы учеников Тихонько прикладывают их к струнам И приучая ударять с искусством Выучивают их из мертвых тонов и струн Извлекать звук нежнее и приятнее всякого голоса Так сделаем и мы Взявши вместо пальца ум ваш И прикладывая его к заповедям Божьим Попросим любой вашу касаться их с умением Чтобы этим увеселением привести вам в восторг Не собрание людей, но лик ангелов Не довольны того, чтобы только проследить божественные слова Нет, требуется еще доказательство отдел Как на арфе ударяет по струнам игрок искусный Ударяет и неискусный Но один наводит на слушателя скуку А другой увеселяет и восхищает его Пальцы одинаковы И струны одни Да не одно искусство Так и в отношении к Божественному Писанию Многие, конечно, узнают Божьи слова Но не все получают пользу Не все приносят плод Причина та, что они не углубляются в сказанное И без искусства касаются арфы Действительно, что в игре на арфе искусство То в отношении к Божьим законам доказательство отдел Вот мы уже ударили по одной струне во всю Четыридесятницу Читая вам закон о клятвах И по милости Божьей многие устав слушателей Научились у нас мелодии этого закона И бросив дурную привычку Вместо того, чтобы клясться Богом Всегда при каждом разговоре Носят на языке Нет-нет Или да-да И поверь Пусть будет нудить их бесчисленное множество дел А они не решаются пойти дальше То есть сказать какую-нибудь клятву Три А как для спасения мало нам соблюдения одной заповеди То вот сегодня поведем вас их другой Если еще и не все исполнили прежний закон о клятвах Так с течением времени отставшие догонят опередивших И действительно я узнал, что усердие к этому таково Что об этой заповеди и дома, и за трапезой Бывают состязания у мужей с женами У рабов со свободными И блаженными назвал я тех Которые таким образом вкушают пищу Что в самом деле может быть святее той трапезы От которой изнано пьянство и объедение И всякая неумеренность И в которую вместо того Введено дивное состязание О соблюдении божьих законов Где и муж смотрит за женой Чтобы она не впала в бездну клятву преступления А жена наблюдает за мужем И преступник ожидает величайшее наказание Где и господин не стыдится слушать обличения от рабов И сам исправляет в этом рабов Не погрешит, кто назовет такой дом церковью Божией В самом деле, где столько целомудрия Что и во время пиршества помышляет о божественных законах И все присутствующие друг пред другом Ревнуют и состязуются об этом Оттуда явно всякий демон и лукавые силы изгнаны А присутствует там Христос Радуясь о святом соревновании своих рабов Обильно даруя им всякое благословение Поэтому оставив наконец ту заповедь Так как знаю, что по милости Божией Исполнение ее распространится во всем городе Потому что вы сделали усердное начало И прочное основание Перейду к другой К презрению гнева Как на арфе мало того, чтобы извлечь мелодию Из одной струны Но должно пройти по всем струнам С надлежащей стройностью Так и в отношении к душевной добродетели Не достаточно нам для спасения, как я сказал Одной заповеди Но должно с отчаянием соблюдать их все Если только хотим такой мелодии Которая приятнее и полезнее всякой гармонии Уста твои научились не клясться Язык научился везде говорить Да-да или нет-нет И пусть он научится удерживаться От всякой брани И прилагать еще большее старание Об этой заповеди Потому что здесь требуется от нас И труд больший Там нужно было только одолеть привычку А в отношении к гневу Нужно гораздо большее старание Сильна эта страсть Часто даже внимательных увлекает Самую бездну погибели Итак, отнеситесь терпеливо К продолжительности слова Страшно было бы нам Получая ежедневно раны на площадях В домах от друзей От сродников От врагов От соседей От слуг От жены От сына От своих собственных помыслов Даже одного раза не позаботиться Об уврачевании этих ран Особенно когда знаем Что этот способ уврачевания Не требует издержек И не причиняет боли Не железо держу я теперь в руке Но вместо железа беру слово Которое острее всякого железа И отсекает всякую греховную гниль А боли не причиняет никому Кого режет Нет у меня огня в правой руке Но есть учение Которое сильнее огня Не причиняет оно обжога Но сводя на рост зла Доставляет освобожденному от зла Вместо боли Великое удовольствие Не требуется здесь много времени Не требуется трудов Не требуется денег Довольно только захотеть И все для добродетеля у нас сделано Подумаем только о величии Бога Повелевающего и дающего закон И получим достаточное наставление И убеждение Мы не о себя говорим Мы ведем всех вас к законодателю Следуйте же за нами И слушайте божественные законы Где же сказано о гневе и злопамятстве Во многих и других местах Но особенно в той притче Которую Господь сказал Ученикам своим Начав так Матфея 18, 23, 25 Посему царство небесное Подобно Царю, который захотелся считаться С рабами своими Когда начал он считаться Приведен был к нему некто Который должен был ему Десять тысяч талантов А как он не имел чем заплатить То государь его Приказал продать его И жену его И детей И все что он имел И заплатить Тогда раб тот пал И кланяясь ему говорил Государь потерпи на мне И все тебе заплачу Государь Умилосердившись над рабом Тем Отпустил его И долг простил ему Раб же тот Вышел Нашел одного из товарищей своих Который должен был ему Сто динариев И схватив его Душил Говоря Отдай мне Что должен Тогда товарищ его Пал к ногам его Умоляя его И говорил Потерпи на мне И все Отдам тебе Но тот не захотел А пошел И посадил его В темницу Пока не отдаст Долго Товарищи Увидевшие Происшедшее Очень огорчились И пришедшие Рассказали Государю Своему Все бывшее Тогда Государь его Призывает его И говорит Злой раб Весь долг Тот я Простил тебе Потому что Ты упросил Меня Не надлежало ли Тебе Помиловать Товарища Твоего Как и я Помиловал тебя И разгневавшись Государь его Отдал его Истязателям Пока не отдаст Ему Всего Долга Так и Отец Мой Небесный Поступит С вами Если не Простит Каждый Из вас От сердца Своего Брата Своему Согрешение Его Четыре Такова Притча Надо же Сказать Для чего Господь Предложил Ее С присовокуплением Причины Потому что Он не просто Сказал Царство Небесное Подобно Но Посему Царство Небесное Подобное Для чего Прибавлена Причина Он Беседовал С учениками О непамят О злобе И учил Их Обуздывать Гнев И не Обращать Много Внимания На Оскорбления Делаем И нам Другими Говоря Так Если Согрешит Против Тебя Брат Твой То Пойди Обличи Его Наедине И Если Он Покается То Ты Приобрел Брата Твоего Когда Об этом И тому Подобном Христос Беседовал С учениками И Учил Их Любомудрив Петр Первоверховный В лике Апостолов Уста Учеников Столб Церкви Утверждение Веры Основание Исповедания Ловец Вселенной Возвес Рот Наш Избежно Заблуждение На небо Везде Пламенно Исполнены Дерзновения Лучше Сказать Более Любви Нежели Дерзновения Между тем Как все Молчали Приступает К учителю И говорит Сколько Раз Прощать Брата Моему Согрешающего Против Меня До Семи Ли Раз В одно Время Он Испрашивает И обещает Еще не Будучи Наставлен Уже Показывает Усердие Ясно Знаю Что Сердце Учителя Наклонено К Человеколюбию И что Тот Больше Всех Угождает Ему Кто Больше Всех Прощает Грехи Ближним И не Взыскивает За них Строго Он Чтобы угодить Законодателю Говорит До Семи Раз И Потом Чтобы Ты Знал Что Такое Человек И Что Бог И Как Щедрость Человека До Чего Бы Не Простиралась В сравнении С обилием Милости Бога Беднее Всякой Бедности И Что Наша Доброта В отношении К Несказанному Человеколюбию Его Тоже Что Капля В отношении К Беспредельному Морю Послушай Что Говорит Христос Когда Петр Сказал До Семи Ли Раз И Подумал О Себе Будто Показал Великое Усердие И Щедрость Христос Ж Говорит Ему Не Говорю Тебе До Семи Но До Семь Между Семидесяти Раз Иные Полагают Что Это Значит Семьдесят Семь Не Так Однако Напротив Это Безмало Пятьсот Потому Что Семью Семьдесят Составляет Четыреста Девяносто И Не Подумай Возлюбленный Что Эта Заповедь Тяжела Если Ты Прости Согрешившему В день Раз И Другой Третий То Оскорбитель Твой Хотя Был Совсем Каменный Хотя Был Свиреп И Самых Демонов Не Будет Столько Бесчувствен Чтобы Опять Впасть В тот же Прощение Не Почувствуешь Уже Труда От Такого Любомудрия Часто Прощая Приучишься Не Поражаться Грехами Ближнего Против Тебя Услышав Это Петр Стал В изумлении Заботясь Не Только О Себе Но И О Тех Которые Будут Ему Уверены И Так Чтобы Он Не Сделал Того Что Сдел В отношении К Другим Заповедям Господь Предварительно Отклонил Его От Всякого Вопроса Что Же Такое Он Сделал В отношении К Другим Заповедям Если Христос Повелевал Когда Что Нибудь По Видимому Трудное Петр Выходя Прежде Других Учеников Спрашивал И Разведывал Насчет Заповеди Так Когда Приступил Богач И Вопрошал Христа В вечной Жизни И Узнав Что Должно Делать Для Достижения Совершенству И Отошел С печалью О имении Когда Христос Сказал Что Удобнее Верблюду Протискало Сегольные Уши Нежели Богатому Царство Божие Петр Хотя Уже Отказался От всего Не Удержал При себе Даже И Сети Но Бросил Своё Ремесло Рыбач Лодку Подошедший Сказал Христу Так Кто Может Быть Спасенным Заметь Здесь Скромность Ученика И Горячность Его Не Сказал Он Ты Заповедуешь Невозможное Повеление Тяжко Закон Суров Однако Что Не Промолчал Но Показал Заботливость О других И Воздал Учителю Должную Со стороны Ученика Честь Сказав Так Кто Может Спастись Еще Не Сделался Он Пастырем А Имел Душу Пастырскую Еще Не Получил Начальство А Показывал Попечительность Привычный Начальник Узаботясь О всей Вселенной Если Бо Он Был Богат И Владел Множеством Денег Иной Может Быть Сказал Что Он Предложил Этот Вопрос Беспокоясь Не О Других Но Самом Себе И Заботясь О Своих Собственных Делах Теперь Бедность Освобождает Его От Это Подозрение И Показывает Что Он Так Беспокоился И Разведывал И Хотел Узнать От Учителя О Пути К Спасению Заботясь О Спасении Других Поэтому Христос Ободряя Его Сказал Невозможное Для Человеков Возможно Для Бога Не Подумай Говорит Будто Вы Остаетесь Беспомощными Я В Этом Деле Участвую С Вами И Трудное Делаю Удобным И Легким Опять Когда Христос Беседовал О браке И Жене И Говорил Что Отпущающий Вину Свою Кроме Вины Прелюбодеяния Уже Прелюбодействовал С нею И Когда Убеждал Прощать Жене Всякое Преступление Кроме Одного Прелюбодеяния Петр В то время Как другие Молчали Подошел И Сказал Христу Если Такова Обязанная Человека К жене То Лучше Не Жениться Смотри И Здесь Как Он И Соблюл Должное И Так Чтобы И Здесь То есть По отношению К заповеди Прощения Обид Не Сказал Он Чего Либо Подобного Господь Причи Предупредил В возражении С его Стороны Поэтому И Сказал Евангелист Посему Царство Небесное Подобно Человеку Царю Который Захотел Сосчитаться С рабами Своими Показывает Что Он Говорит Эту Причь Для Того Чтобы Ты Знал Что Если Ты И Семьдесят Раз Седьмирицею В день Оставил Брата Согрешение То Не Сделал Б Еще Ничего Великого Но Далеко Несказанно Далеко Отстоял Б От Человеколюбия Господня И Дал Б Не Столько Сколько Получил 7 Послушаем Же Причи Она Кажется Ясная Сама По Себе Однако Содержит В себе Несказанное Сокровище Мыслей Посему Царство Небесное Подобно Царю Который Захотелся Считаться С рабами Своими Не Пробегай Без Внимания Это Изречение Но Открой Мне Судилище То И Вошедши В свою Совесть Подумай О том Что Сделано Тобой Во всю Жизнь И Когда Услышишь Что Царь Считается С рабами Своими Представь Себе И Царей И Военачальников И Градоправителей Из всех Что Всем Нам Должно Ивиться Присудилище Христово 2 Коринфянам 5.10 Если Ты Богат Подумай Что Отдашь Отчет На Блудницы Сратил Ты Деньги Или На Бедных На Тунеядцев Или Стецов Или На Нуждающихся На Распутство Или На Человеколюбие На Удовольствие Лакомство И Пьянство Или На Вспоможение Несчастным И Ни Только Трати Потребуют У Тебя Отчета Но И В Приобретении Имущества Праведными Ли Трудами Собрал Ты Его Или Хищением Или Хаимством Получив Ли Родительское Наследство Или Разорившие Домы Сирос И Расхитившие Имущество Вдовиц Как Мы У Своих Слуг Требуем Отчета Не Только В Расходе Денег Но И В Приходе Да Откуда И От Кого И Как И Сколько Получили Они Денег Так И Бог Требует От Нас Отчета Не Только В Употреблении Но И В Приобретении И Не Богач Только Но И Бедный Дает Отчет В Бедности Благодушно Ли С Благодарением Ли Перенес Бедность Не Впал Ли В Уныние Не Подосадовал Ли Не Возраптал Ли На Божий Промысел В виде Другого В роскоши И удовольствиях О Себя В Нужде Как У Богача Потребует Отчета В Милостыне Так У Бедного В Терпении Или Лучше Не В Терпении Только Но И В Самой Милостыне Потому Что Бедность Не Мешает Милостыне Свидетель Вдовица Положившая Две Лепты И Этим Малым Вкладом Превзошедшая Тех Которые Положили Помногу И Небогатые Только Да Бедные Но И Начальники С судьями Истезуются С великой Строгостью Не Извратили Ли Они Правду Не Произнести Ли Приговор Над Подсудимыми По Пристрастии Или По Ненависти Не Дали Ли Уступив Лести Неправедного Решения Или По Злопамятству Не Сделали Ли Зла Невинным Да И Не Светские Только Начальники Но И Предстоятели Церквей Дадут Отчет В своем Начальстве И Они Особенно Подвернутся Сторожайшим И Тягчайшим Взысканиям Тот Кому Вверено Служение Слова Да Сам Строгий Отчет Не Опустил Ли Поленности Или По Злорасту Чего Либо Такого Чтобы Сказать Надлежало И Доказал Ли На Деле Что Изъяснил Он Все И Не Скрыл Ничего Полезного Опять Получивший Епископство Сколько На Высшую Взошел Он Степень Столько Ж Строжайший Дас Отчет Не Только В Учении Предстательстве За Бедных Но И В И В В И В И В Бесчисленном Множестве Других Дел На Это Указывая Павел И Писал Тимофею Рук Поспешно Ни На Кого Не Возлагай Чтобы Не Сделаться Участником Сюжих Грехах 1 Тимофей 5.22 И Давая Наставление Евреям Касательно Их Начальников Устрашил Епископов Другим Образом Говоря Так Повинуйтесь Наставникам Вашим И Не Будьте Непокорны Ибо Они Неусыпно Пекутся О душах Ваших Как Обязанные Дать Отчет Евреям 13.17 Но Не В Одних Делах А И В Словах Тогда Дадим Отчет И Мы В В В Слугам Своим Деньги Требуем У них Отчета Во Всем Так И Бог В В В В Нам Дар Слова Бессмысленно Ли И Не По Пусту Ли Тратили Слова Потому Что Не Столько Вредна Пустая Трата Денег Сколько Бессмысленное Суетное И Напрасное Употребление Слов Напрасная Трата Денег Делает Иногда Ущерб Имению А Слово Произнесенное Без Рассуждения Разоряет Целые Домы Губит Разрушает Души Ущерб Имение Можно Опять Поправить А Слово Раз Вылетевшее Возвратить Назад Нельзя От что Мы Дадим Отчет В словах Послушай Что Говорит Христос Истинно Говорю Вам За Всякое Праздное Слово Которое Скажут Человеки На Земле Дадут Они Отчет В день Судны Ибо От слов Своих Человек Оправдается И от слов Своих Осудится Матфея 12 36 И Не Только В своих Словах Мы Дадим Отчет Но И Слушание Чужих Слов Например Не Внял Ли Ты Ложному Обвинению Ближнюю Потому Что Сказано Вне Внимай Пустым Слухом Исход 23 1 Если Приемлющие Слух Пустой Не Получат Извинения То Какое Оправдание Будут Иметь Те Кто Клевещет И Оговаривает 8 Что Я Говорю О Словах И О Слухе Когда Мы Подлежим Взысканию Даже За Помыслы Это Самое Показывая Павел И Говорит Не Судимы И Не Судите Никак Прежде Времени Пока Придет Господь Который Осветит Скрытые Вам Браки И Обнаружит Сердечное Намерение И Помышление 1 Коринстам 4 5 И Самопевец Говорит Ибо Помышления Человеческие Исповедуются Тебе Псалом 75 11 Что Такое Помышления Человеческие Исповедуются Откроются Тебе То Есть Не Коварно Ли Злонамеренно Говорил Ты С Братом Не Хвалил Ли Устами И И Зыком А В Сердце Не Пожелал Ли Зла И Не Позавидовал Ли Ему На Это же самое указывая То Что Мы Подвергемся Суду Не За Одни Дела Но И За Помыслы Христос Сказал Кто Посмотрит На Жену С Вожделением Уже Прелюбодействовал С нею Сердце Своем Хотя Грех Не Вышел Еще В Дело Остается Пока Сердце Но И При Этом Не Может Остаться Без Вины Тот Кто Смотрит На Красоту Женскую Для Того Чтобы Возжечь Похоть Блудную И Так Когда Услышишь Что Господин Решил Сосчитаться С рабами Своими Не Проходи Без Внимания Этого Изречения Но Представь Себе Людей Всякого Достоинства Всякого Возраста Обоих Полов Мужей И Жен И Подумай Каково Тогда Будет Судилище Припомни Все грехи Свои Хоть Сам Ты Забудешь Свои Преступления Но Бог Никогда Не Не И И И Тем Что Никогда Не Будем Злопамятствовать На Ближнего Для Чего Он Делает Этот Расчет Не Потому Чтобы Он Не Знал Но Как Не Знать Тому Кто Знал Все Вещи Прежде И Бытия Но Для Того Чтобы Убедить Тебя Раба Что Всем Чем Не Должен Ты Должен По Правде А Лучше Сказать Не Для Того Только Что Ты Только Узнал Но Чтобы Я Очистился Так И Пророку Для Этого Повелевает Он Говоря О Грехах Иудеев Скажи Им Беззаконие Выскажи Дому Яковлеву И Грехи Дому Израилеву Не Для Того Чтобы Они Только Услышали Но Чтобы И Справились И Когда Начал Он Считаться Приведен Был К Нему Некто Который Должен Был Ему Десять Тысяч Талантов Так Вот Сколько Ему Было Доверено И Столько То Он Издержал Огромное Количество Долга Но Беда Была Не В этом Только Но И В том Еще Что Он Первый Приведен Был Господину Если Бы Привели Его Вслед Уже За Многими Другими Исправными Должниками Не Так Было Удивительно То Что Господин Не Разгневался Исправность Вошедших Прежде Могла Сделать Его Более Снисходительным К последующим За ними Неисправным Но Что Введенный Первым Оказался Неисправным И Несмотря На Такую Неисправность Нашел Однако Господин Человека Любивым Вот Это Особенно Удивительно И Необычайно Люди Когда Найдут Должников Обрадуются Так Как Будто Нашли Добычу И Лов И Делают Все Чтобы Взыскать Весь Долг Если Это Не Удается Им По Бедности Должников То Они Гнев Сво Из-за Денег Изливают На Бедное Тело Несчастное Текут И Бьют Его И Наносят Ему Тьму Зла А Бог Напротив Все Двигал И Направлял К тому Чтобы Освободить Его Должника От Долгов У Нас Взыскать Долг Богатство А у Бога Простить Богатство Мы Богатеем Когда Получим Долги А Бог Тогда Особенно Бывает Богат Когда Простит Долги Богатство Божие И Есть Спасение Людей Как Говорит Павел Бог Богатый Во Всех И На Всех Призывающих Его Римлянам 10 12 Но Может Скажет Кто Как же Это Тот Кто Хотел Оставить И Простить Вину Приказал Продать Его Это Самое Особенно И Доказывает Его Человеколюбие Но Не Будем Спешить Последуем В Порядке За Рассказом Притчи И Так Как Он Не Имел Чем Заплатить То Государь Его Приказал Продать Его И Жену Его И Детей И Все Что Он Имел И Заплатить Опять Усиленное Свидетельство О Неисправности Должника Когда Говорится Он Был Чужд Добродетели Не Имел Ни Одного Доброго Дела Которое Бы Можно Было Вменить Ему В Отпущение Грехов Потому Что Вменяется Несомненно Вменяется Нам В Отпущение Грехов Добрые Дела Как И Вера В Правду Не Делающему Но Верующему Оправдающему Нечестивому Вменяется Вера Его В Правду Римлян 4 5 И Что Говорю О Вере О Добрых Делах Когда И Скорби Вменяются Нам В Разрешение Грехов Это Доказывает Христос Притча О Лазаре Когда Вводит Авраама Говорящим Богачу Что Лазарь Воспринял В жизни Свои Злое И За Это Он Здесь Утешается Доказывает И Павел Когда Пишет Коринфянам О Прелюбодеи Говорит Так Придать Такого Поэтому Многие Из вас Больны И Немало Умирает Если Вы Судили Себя То Не Были Осуждены С Миром Будучи Судимы От Господа Наказываемся Чтобы Не Быть С Миром Осужденным Если Вменяется Нам В оставление Грехов И И Болезнь И Немощ И Измождение Плоти Которое Мы Теперь Непроизвольно И Не Сами Себе Причиняем Тем Более Меняются Подвиги Совершаемые Нами Добровольно И Сусердием Но Этот Должник Был Чужд Всякого Добра А Грехов Имел Невыносимое Бремя Поэтому Говорится Не Имел Чем Заблатить И Он Повелел Его Продать Отсюда Особенно Можно Узнать Человеколюбие Господина Что Он И Сделал Расчет И Приказал Продать Его Потому Что И Из чего Это Видно Из Конца Если Бо Хотел Продать Его Кто Бо Воспрепятствовал Кто Бо Удержал Десять Итак Для Чего Он Приказал Не Имея Намерения Исполнить Это Приказание Для Того Чтобы Увеличить Страх Должника А Страх Увеличил Угрозы Для Того Чтобы Заставить Его Просить О Пощаде А Просить Заставил Для Того Чтобы Иметь Случай К Прощению Мог Он Конечно И Простить Его И Допрось Бы Но Не Сделал Этого Чтобы Должника Не Сделать Худшим Мог Дать Прощение Прежде Расчета Но Чтобы Тот Не Зная Тяжести Своих Грехов Не Сделался Бесчеловечный И Жестче К Ближним Для Этого Наперед Показал Ему Великость Долга А Потом Простил Ему Все В Самом Деле Если И После Того Как Сделан Был Расчет Показан Долг Произнесена Угроза И Объявлен Приговор Которому Должен Был Подвергнуть Этот Человек Он Был Так Жесток И Бесчеловечен К Товарищу То До Какой Бо Жестокости Не Дошел Он Когда Бо Ничего Этого Не Было Для Этого Бог Сделал И Устроил Все Это Чтобы Предотвратить Такое Бесчеловечие Его Если Он Ничем Этим Не И Справился То Вина Уже Не В Учителе А В Том Кто Не Принял Исправление Однако Посмотрим Как Он Прикрывает Свою Язву Тогда Раб Тот Пал И Кланясь Ему Говорил Государь Потерпи На Мне И Все Тебе Заплачу Не Хоть И Ничего Не Могут Отдать Лишь Б Избежать Настоящей Беды Послушаем Все Мы Неродящие О Молитве Какова Сила Молений Этот Должник Не Показал Ни Поста Ни Нестяжательности И Ничего Другого Подобного Однако Ш лишенный И чужий Всякой Добродетели Лишь Только Попросил Он Господина То И Успел Преклонить Его На Милость Не Будем А доброго Дела Ни Малого Ни Великого Не Имел Однако Ш Он Не Сказал Себе Я Не И Дерзновения Покрыт Сты Дом Как Могу Приступить Как Могу Просить А Так Говорят Многие Согрешающих Не Дубые Дьявольской Робостью Ты Не И Не И Дерзновения Для Того И Приступить Чтобы Приобрести Великое Дерзновение Тот Кто Хочет С Тобой Примириться Не Человек Пред Которым Пришлось Тебе Стыдиться И Краснеть Это Бог Желающий Больше Тебя Освободить Тебя От Грехов И Не Столько Ты Желаешь Собственной Безопасности Сколько Он Ищет Твоего Спасения И Это Он Показал Нам Самыми Делами Ты Не Имеешь Дерзновения Потому Ты Можешь Иметь Дерзновение Что Ты В Таком Расположении Духа Величайшее Дерзновение В том Чтобы Не Думать Что Имеешь Дерзновение Равно Как И Величайший Стыд Оправдывать Себя Пред Господом Этот Нечист Оправдывает Себя Перед Богом Хотя Был Святее Всех Людей Напротив Считающий Себя Последним Между Всеми Становится Праведным И Свидетели Того Что Я Будем Приходить К Богу Преподать Умолять Как Сделал Это Должник Досели Показавший Доброе Расположение Что Не Пал он Духом Не Подвергся В отчаянии Исповедовал Грехи Попросил Некоторой Отсрочки И Замедления Все Это Хорошо И Обнаруживается Крушенное Сердце И Смиренную Душу Но Последующее Уже Не Похоже На Прежнее Что Приобрел Он Усердной Мольбой Все Это Вдруг Погубил Гневом На Ближнего Теперь Перейдем К Образу Прощения Узнаем Как Господин Простил Его И Как Дошел До Этого Господин Жалился Над Ним Говорится И Простил Его И Весь Долг Его Отпустил Тот Просил Отсрочки А Этот Дал Прощение Стало Быть Тот Получил Больше Чем Сколько Просил Поэтому Павел Говорит Могущему Сотворить Все По Преизбыточе Стоящему К Чего Просим Или Разумеем Эфесянам 3.20 Ты Не Можешь И Помыслить Сколько Он Готов Дать Тебе Не Стыди Же Не Красней Или Лучше Стыди Грехов Только Не Отчаивайся Не Оставляй Молитвы Но Хоть Ты И Грешник Приступи Чтобы Примирить Собой Владыку Чтобы Дать Ему Случай Показать Своё Человеколюбие В Прощении Твоих Грехов Стало Быть Если Побоишься Приступить Помешаешь Его Благости Преградишь Путь Щедротом Его Милосердия Сколько Это Зависит От Тебя И Так Не Будем Подать Духом Не Будем Не Родеть О Молитвах Хотя Бо Мы Не Извинули Самую Глубину Порока Он Может Скоро Извлечь Нас И Оттуда Никто Не Согрешил Столько Сколько Этот Должник Всякий Вид Зла Сделал Он Это Показывает Десять Тысяч Талантов Долго Никто Не Был Так Беден Как Он Это Явно Из Того Что Ему Нечем Было Заплатить И Однако Кому Все Изменило Того Могла Спасти Сила Молитвы Так Молитва Скажут Столько Сильна Что Может Освободить От казни И мучения И того Кто Оскорбил Господа Бесчисленными Делами И поступками Да Столько Может Она Человек Впрочем Все Это Совершает Она Не Одна Но Име Величайшего С Поборника И Помощника В Человеколюбии Бога Приемлюща Молитву Которая И Здесь Совершила Все И Господин же Государь Умилосердившись Над рабом Тем Отпустил Его И Долг Простил Ему Дабы Ты знал Что И после Молитвы Как и Прежде Молитвы Все Сделало Благость Владыки Раб Жа Тот Вышед Нашел Одного Из Товарищей Своих Который Должен Был Ему Сто Динариев И Схватив Его Душил Говоря Отдай Мне Что Должен Что Может Быть Преступнее Этого Еще В ушах Его Раздавались Слова Благодеяния И Он Забыл Уже От Человеколюбия Господина 13 Видишь Какое Благо Помнить Свои Грехи Ведь И Этот Должник Если Вы Постоянно Помнил Их Не Был Бы Так Жесток И Бесчеловечен Поэтому Всегда Говорю И Не Перестану Повторять Что Весьма Полезно И Нужно Нам Постоянно Помнить Все Наши Поступки Ничто Не Может Сделать Душу Так Любомудрой И Смиренной И Кроткою Как Постоянное Памятование О Грехах Поэтому И Павел Помнил Грехи Сделанные Им Не Только После Купели Но И До Крещения Хотя Они И Были Уже Изглажены Совершенно Если Он Помнил Грехи Сделанные До Крещения Тем Более Нам Должно Помнить Сделанные Нами После Крещения Памятуя Об Них Мы Не Только Изгладим Их Но И Будем Ко Всем Людям Снисходительнее А Богу Послужим С Большим Усердием И С Памятования О Грехах Познавая Несказанное Его Человеколюбие Этого Не Сделал Должник Этот Но Забыв Великость Долго Забыл И Благодеяние А Забыв Благодеяние Он Стал Злым К Товарищу И Злобой К Нему Погубил Все Что Получил От Божьего Человеколюбие И Схватив Его Душил Говоря Отдай Мне Что Должен Не Сказал Отдай Мне Сладинария Потому Что Студился Малости Долго Но Отдай Мне Что Должен Он Пал К Ногам Его Умоляю И Говоря Потерпи Нам Мне Все Отдам Тебе Теми же Словами Посредством Которых Тот Нашел Прощение И Этот Просит О Спасении Но Тот По Безмерной Жестокости Не Тронулся Этими Словами Не Подумал Что Сам Он Спасся Посредством Этих же Слов Если Б Он Даже Простил Так Это Не Было Бо Делом Человеколюбия Но Долгом И Обязанностью В Самом Деле Если Б Он Сделал Это Прежде Чем Был Расчет С Господином И Последовало То Решение И Он Получил Такое Благодеяние Поступок Его Был Был Делом Его Собственного Великодушия Теперь же После Такого Дара И Прощения Стойких Грехов Он Был Уже Обязан Как Разность Между Прощением Которое Сам Он Получил И Которое Он Должен Был Оказать Товарищу В самом деле Великую Видишь Разность Не Только В Количестве Долгов Не Только В Достоинстве Лиц Но И В Самом Образе Прощения Там Долг Был Десять Тысяч Талантов А Здесь Сто Динариев Тот Провинился Перед Господином А Его Должник Через Товарищем Тот Сделал Бо Милость Получив Своё Добро А Господин Просил Ему Все Не Видев От Него Никакого Добра Ни Малого Ни Великого Но Должник Ни О чем Этому Не Подумал А Вдруг Восплавнившись Гневом Схватил Его Душил И Посадил В Темницу Товарищи Увидевшие Происшедшее Очень Огорчились Говорится Вознегодовали Так Товарищи Осуждает Прежде Чем Господин Что Упознал Ты Кротость Господина Услышав Об этом Господин Его И Призвав Его Опять Начинает С ним Суд И Не Просто Так Произносит Приговор Но Наперед Входит В Разбирательство И Что Говорит Раб Злой Весь Док Я Простил Тебе Потому Что Ты Упросил Меня Что Может Быть Добрее Господина Когда Тот Должен Был Ему Десять Тысяч Талантов Он Не Оскорбил Его Даже Словом Не Назвал Злым Но Только Приказал Продать И Это Для Того Чтобы Освободить Его От Долгов А Как Тот Оказался Злым К Своему Товарищу Тогда Господин Уже Гневается И Раздражается Доба Ты Знал Что Он Легше Прощает Грехи Против Него Самого Нежели Против Ближних И Так Делает Он Не Только Здесь Но И В Других Случаях Если Принесешь Дар Твой К Жертвеннику И Вспомни Что Брат Твой Имеет На Тебя Что То Прежде Пойди Смирись С Братом Твоим И Тогда Придя Принеси Дар Твой Матфея 5.23 Видишь Как Он Везде Наша Предпочитает Своему И Не Ставит Ничего Выше Мира И Любви К Ближнему И Опять В Другом Месте Отпущающий Жену Свою Кроме Вины Любодеяния Позволяет Ей Прелюбодействовать А Через Павла Дает Закон Такой Если Который Муж Имеет Жену Неверующую И Она Согласна Жить С ним То Не Должен Оставлять Ее Если Она Говорит Сделать Прелюбодеяние Отвергни Ее А Если Будет Неверующая Не Отвергай Если То Согрешит Против Тебя Брось Ее А Если Против Меня Остав При Себе Так И Здесь Когда Тот Сделал Столько Грехов Против Него Бога Он Простил А Согрешил Он Против Товарища Хоть Гораздо Менее Легче Чем Против Господина Тогда Не Простил Но Подверг Наказание Теперь Назвал Его И Злым А Тогда Не Оскорбил Даже И Словом Поэтому Здесь И Прибавлено Что Господин Разгневался И Предал Его Мучителям Но Этого Не Прибавил Он Когда Требовал У него Отчета В Десяти Тысячах Талантов Дабы Знал Ты Что То Прежнее Решение Произошло Не От Гнева Но От Попечительности Спешившей К Прощению А Более Всего Раздражил Его Этот Грех Что Может Быть Хуже Злопамят То Когда Оно Отъемлет Назад Явленное Уже Человеколюбие Божие И Когда То К чему Не Могли Расположить Его Грехи Должника Заставил Сделать Гнев На Ближнего Между Тем Написано Дары Божии Не Преложны Дар Уже Оказан И Человеколюбие Явлено Приговор Опять Отменен Ради Злопамят Итак Не Погрешить Кто Назовет Этот Грех Тихчайшем Всякого Греха Другие Грехи Все Были Прощены А Этот Не Только Сам Не Мог Быть Прощен Но Возобновил Опять И Другие Грехи Которые Были Уже И Сглажены Совсем Таким Образом Злопамятство Есть Двойное Зло Потому Что Само Никакого Не Имеет Извинения Перед Богом Да И Другие Грехи Наши Хоть Они Прощены Будут Опять Возобновляют И Ставят Против Нас Что Сделало Но И Здесь Ничего Ничего Так Не Ненавидит И Не Отвращается Бог Как Человека Злопамятного И Коснящего В гневе Это В Особенности И Прости Нам Долги Наши Как Мы Прощаем Должникам Нашим И Так Зная Все Это И Написав Эту Притчу На Сердцах Как Вспомним Что Мы Потерпели Отца Рабов Подумаем Что Сами Сделали Мы Против Владыки И Страхом За Свои Собственные Грехи Мы Скоро Можем Отогнать Гнев На Чужие Прегрешения Так Если Уж Помнить Грехи То Помнить Должно Только Свои Помня Собственные Грехи О чужих Мы Никогда И Не Подумаем А Коль Скоро О тех Забудем Эти Легко Придут Нам На Мысль Если Бы Этот Должник Помнил О Десяти Тысячах Талантов То Не Вспомнил Б Стадий Нарех Но Как Забыл О Тех Так За Эти Стал Душить Товарища И Желая Истребовать Немногое И Тех Стадий Нарех Не Получил Да И Привлек На Свою Голову Тяжесть Долга В Десять Тысяч Талантов Поэтому Смело Скажу Я Что Этот Грех Тяжелее Другого Или Лучше Не Я Но Христос Изрек Эту Настоящую Притчу В Самом деле Если Б Этот Грех Не Был Тяжелее Долга В Десять Тысяч Талантов То есть Несказанного Множества Грехов Они Не Были Бы Снова Вызваны Через Него И Так Ни О чем Столько Не Будем Стараться Как Об Ощущении Себя От Гнева И Примирения С Теми Которые Имеют На Нас Не Удовольствие Зная Что Ни Молитва Ни Милостыни Ни Пост Не Участие В Таинство Ни Другое Что Подобное Не Защитит Нас Тот День Суда Если Мы Будем Злопамятствовать Тогда Как Напротив Победив Этот Грех Можем Получить Некоторое Снисхождение Хоть У нас Будет И Множество Грехов Не Мое Это Слово Но Самого Бога Который Тогда Будет Судить Нас Как Здесь В Притче Сказал Что Так И Отец Мой Небесный Сделает Вам Каждому Поступить Если Не Простит Каждый Из Вас От Сердца Своего Брата Своему Согрешение Его Так Говорит В Другом Месте Если Прощает Человек Человеку То Простит Вам Отец Небесный И Так Чтобы Нам И Здесь Проводить Жизнь Тихую И Безмятежную И Там Получить Прощение Оставление Грехов Будем Только Деятельно Стараться О примирении Со всеми Врагами Каких Только И И И И И И И Таким Образом Мы Преклоним На милость К себе И Владыку Нашего Хотя Б И Согрешили Мы Без Числа И Получим Будущее Благо Которых Досподобимся Все Мы По Благодати И Человеколюбие Господа Нашего И Иисуса Христа Которому Слава И Держава Во веки Веков Аминь